Человек во Вселенной появился не так давно, если сравнить период его существования с возрастом нашей Земли. За все это время в среде его обитания произошло множество природных катаклизмов, которые оказали заметное влияние на нынешний облик планеты. Однако самым губительным процессом можно назвать падение метеоритов, которых на Земле было огромное множество. Представьте, что в один момент вы узнаете, что к нам приближается гигантский астероид. Как вы думаете, какие последствия вызвало бы его падение? И как выглядит место, в которое приземлился самый крупный из когда-либо посещавших нашу планету метеоритов сегодня? КОСМО Для начала нам нужно разобраться с тем, как именно в науке называют такие небесные тела. Термин астероид появился еще в начале 19 века и применялся для описания наблюдавшихся в телескоп звездоподобных точек, которые, в отличие от планет, были похожи на диски. По этой причине до 2006 года астероиды часто причисляли к малым планетам, а главным определяющим параметром считался диаметр не менее 30 метров. Небесные тела, которые не достигают этого размера, называют метеороиды. Тела, которые сгорают в нашей атмосфере – метеорами, а космические объекты, которые долетают до поверхности Земли или любого другого крупного небесного тела, принято обозначать как метеориты. Большая часть из них в своем конечном виде имеет массу от нескольких граммов до нескольких десятков тонн. И в среднем за один год на нашу планету падает такое количество метеоритов, чья суммарная масса достигает примерно 2000 тонн. В основном метеориты входят в атмосферу Земли со скоростью примерно 50 километров в секунду. И в результате такого быстрого движения мы можем наблюдать их разогрев и свечение. За счет обгорания и сдувания набегающим потоком частиц масса метеорита, долетевшего до поверхности, может быть значительно меньше, чем исходное. А если речь идет о совсем крошечных небесных телах, то на скорости более 25 километров в секунду объект сгорит почти без остатка. Однако, когда метеориту все же удается преодолеть атмосферу Земли, то по мере торможения из-за сопротивления воздуха он теряет горизонтальную составляющую своей скорости. И это приводит к изменению траектории падения. Например, если изначально метеорит падает горизонтально, то в результате торможения его падение может стать уже почти вертикальным. Вместе с тем свечение метеорита в таком случае становится менее заметным, а сам объект сильно остывает. Но если небесное тело все же достигает поверхности Земли, это становится причиной удара, который называют импактное событие. В большинстве случаев на месте столкновения образуется кратер, а также существует вероятность возникновения пожара, землетрясения или цунами. Импактное событие способно вызвать по-настоящему катастрофические процессы, и по некоторым теориям именно столкновение с метеоритами стало причиной многих массовых вымираний. При соприкосновении такого объекта с земной поверхностью на высоких скоростях происходит выделение большого количества энергии, которое сопровождается мощными взрывными процессами, формирующими кратер, намного превышающий в размерах диаметр самого метеорита. Например, широко известный Аризонский кратер с диаметром 1,2 километра возник около 50 тысяч лет назад, после падения 50-метрового небесного тела, весившего примерно 300 тысяч тонн. Взрыв при его приземлении по своей мощности был аналогичен взрыву 8 тысячам атомных бомб, аналогичных бомбам, сброшенным на Хиросиму. При этом в результате процесса, который называют ударным метаморфизмом, такие падения могут образовать целые горные породы. И именно с ними связаны некоторые месторождения полезных ископаемых, к примеру, залежи меди и никеля в кратере Садбери. Размер метеоритных кратеров может достигать 500 километров, а в некоторых из них существуют даже свои поселения. Например, кратер Вредефорд, который находится в Южной Африке, назван в честь расположенного внутри него города, а диаметр кратера достигает 300 километров. Для сравнения, это примерно на одну третью больше кратера Чикшулуп и бассейна Садбери. Данный объект был образован более чем 2 миллиарда лет назад. А причиной стало столкновение Земли с астероидом, диаметр которого достигал приблизительно 10 километров. Вредефорд считается вторым из древнейших земных кратеров, так как он всего на несколько сотен миллионов лет моложе Суавьярви, возраст которого достигает 2,4 миллиарда лет. Объект также является самым крупным кратером, если не брать в расчет неизученный кратер Земли Уилкса с диаметром в 500 километров, который находится под ледяным щитом Антарктиды. Вероятнее всего, Земли Уилкса образовался в результате столкновения с астероидом, который имел диаметр приблизительно 60 километров. Изначально ученые не могли определить дату его формации, однако в результате недавних исследований выяснилось, что возраст кратера составляет около 250 миллионов лет. Вполне вероятно, что импактное событие в результате такого удара стало причиной массового пермского вымирания, которое привело к смерти 96% всех морских видов и 73% наземных позвоночных. Однако данную версию до сих пор нельзя считать доказанной, так как изучение кратера осложняется его местоположением. При этом далеко не все метеориты могут формировать гигантские многокилометровые углубления, и многие небесные тела падают на нашу Землю с намного меньшей силой. Например, метеорит Гоба не оставил после себя крупного кратера. Но именно этот объект можно назвать самым большим внеземным телом, которое когда-либо было найдено на поверхности нашей планеты. Объект представляет из себя самый большой кусок железа природного происхождения на Земле, а его вес достигает 66 тонн. Объем метеорита составляет 9 квадратных метров, а диаметр около 3 метров. Гоба упал на нашу Землю приблизительно 80 тысяч лет назад. А обнаружен он был только в 1920 году возле города Хрутфонтейн, который расположен в Африканской республике Намибия. Находка была совершена совершенно случайно, так как Гоба не оставил после себя кратера или каких-либо других следов падения. А причиной этому могло быть возможное замедление в атмосфере. При этом объект имеет несвойственную для большинства метеоритов гладкую и плоскую поверхность. А по своему составу Гоба представляет из себя плотное металлическое тело, которое на 84% состоит из железа, на 16% из никеля, а также имеет небольшую примесь кобальта. Данный метеорит никогда не взвешивался, однако считается, что его первоначальная масса при падении составляла приблизительно 90 тонн. При этом тот факт, что Гоба не нанёс серьёзных повреждений нашей поверхности, также можно назвать удивительным. Ведь в большинстве случаев катастрофичность последствий зависит как раз от места падения. Например, метеорит, который предположительно повлёк за собой вымирание динозавров, упал в районе полуострова Юкатан и попал в неглубокие воды, в которых на тот момент находились места образования гипсового камня. В результате падение привело к выбросу огромного количества серы в атмосферу Земли, после чего начался продолжительный период глобальной зимы. Из-за того, что данный астероид упал под углом примерно в 60 градусов, в атмосферу попало максимальное количество пыли, а сам удар вызвал цунами высотой примерно в 80 метров. Прошедшая по поверхности Земли высокотемпературная ударная волна вызвала лесные пожары по всему миру, а поднятые частицы пыли и сажи спровоцировали изменение климата, в результате которого в течение нескольких лет поверхность планеты была закрыта от прямых солнечных лучей пылевым облаком. Безусловно, вероятность того, что подобное столкновение произойдет в наше время очень мала, ведь падение крупных метеоритов происходит не так часто. Однако человечество пока что не придумало способ обезопасить себя в случае возникновения подобной угрозы. Например, одним из самых опасных сближающихся с Землей астероидов можно назвать 1950 DA – небольшой околоземной объект, который имеет наибольший индекс по полермской шкале опасности столкновений. Максимальное сближение с астероидом произойдет в 2032 году, а вероятность его столкновения с Землей в 2880 году как максимум – 1 из 300. В этом случае человеческую цивилизацию ожидают катастрофические последствия, такие как глобальное изменение климата и гибель значительной части биосферы. Диаметр 1950 DA составляет 1,3 километра, а масса пока неизвестна. Вторым самым потенциально опасным небесным странником считается астероид Бенну, который в 2135 году окажется на расстоянии всего 300 тысяч километров от нашей планеты. Дата возможного падения колеблется в пределах от 2175 до 2199 года, так как за весь этот период Бенну 78 раз подойдет к Земле на очень близкое расстояние. Но вероятность падения астероида на Землю равна 1 к 4 тысячам. Средний диаметр астероида – более 510 метров, а масса – от 60 до 78 миллионов тонн. Падение этого объекта на Землю было бы эквивалентно взрыву бомбы мощностью 1150 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Для сравнения, мощнейшее взрывное устройство, когда-либо испытанное людьми на Земле, царь-бомба, имело мощность около 58 мегатонн в тротиловом эквиваленте. Вполне вероятно, что уже скоро наука найдет способ менять траекторию потенциально опасных небесных тел приближающихся к нам из далеких глубин космоса. Но пока этого не случилось, люди могут только надеяться на то, что импактное событие такой сокрушительной силы не повторится на Земле хотя бы в ближайшие субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok